Остров Змеиный все равно остается под контролем России. Массовый митинг в Польше за дружбу между Россией, Белоруссией и Польшей. Власти пьют валерьянку. В Германии набирают обороты флешмоб с хэштегом Европа без Украины. Соответствующие наклейки появляются на германских машинах. В то же самое время Верховную Раду занесли флаг ЕС и громогласно заявили, что он останется теперь навсегда. Великая победа Борща – следующий этап Сала. Эрдоган пообещал вернуться к первоначальной позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, если его условия не будут срочно выполнены. А также он рассказал о том, что будет создавать самую сильную армию в мире. Британские журналисты поймали на неправде ту саму Ли Страс, эксперта в области географии и изысканного стиля Жмеренко-96. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 1 июля вечер. По острову Змеиному депутат Госдумы Черняк заявил, что после ухода сухопутного гарнизона обеспечение контроля над островом возложено на ВКС и ВМС Российской Федерации. Остров Змеиный в Черном море продолжает контролировать ВКС и ВМС Российской Федерации. И действительно, если посмотреть на ситуацию, то корабли российского флота контролируют эту часть Черного моря. Ну а также с помощью ВКС также можно контролировать этот район. Но, конечно же, Зеленский, возможно, попытаются какие-то предпринять попытки, чтобы высадиться на остров Змеиный. Хотя и украинские военные эксперты говорят, что это просто безумие. Если до такого дойдет. Ну хотя для пиара кто-то может и принять такое решение. Хотя с точки зрения, опять же, нахождения на этом острове, там нет никаких укреплений и навряд ли действительно такое решение будет принято со стороны Зеленского. Так что по факту действительно флот Российской Федерации и ВКС контролируют этот район. Следующая весьма нетипичная новость, особенно для западных и украинских СМИ. В Польше прошел массовый митинг за тружбу между Россией, Польшей и Белоруссией. Наверное, правительственные округи сейчас пьют валерьянку. Ну а вообще в Польше с 1 июля отменили сразу целую сеть различных льгот для украинских переселенцев. Ну оставив для наиболее нуждающихся категорий. Ну а в Германии после выхода к полупосла Украины Мельника, а также других различных инцидентов набирает обороты флешмоб, который становится популярным. На машины клеят наклейки «Европа без Украины». Друзья, видео с митинга, а также фотографии с этим флешмобом можно посмотреть на моем телеграм-канале, потому что раздул свободы слова и демократии, и там я могу разместить больше. Ну а также недавно наверняка вы видели, я размещал откровения одного из германских активистов, который очень много помогает, кстати, гражданам Украины, и он сложил определенное мнение. Ну и в общем все больше и больше европейцев задаются вопросом, во сколько обойдется помощь Украине конкретно уже с этой осени, как это отразится на личном благосостоянии фактически каждого европейца. Ну а тем временем Верховная Рада, конечно же, время зря не теряет и заносят флаг Евросоюза под аплодисменты, который останется, как они утверждают, теперь навсегда. Да, осталось только, конечно же, занести европейские зарплаты и пенсии. Ну правда сейчас уже европейские тарифы, которые в Украине, кстати, уже превосходят где-то европейские тарифы. Ну и тогда будет полная Европа. Но если серьезно, конечно же, касаемо украинской коррупции, ну ходят легенды. То есть Украина на сегодняшний день, наверное, один из чемпионов мира по коррупции. Зато борщ признали таки неким, так скажем, достоянием, культурной ценностью. А на очереди, наверное, теперь сало. Ну а сейчас немножко турецкой политики. Эрдоган сразу несколько заявлений. И неудивительно, потому что торговаться то Эрдоган действительно умеет. С одной стороны, он заявил, что если срочно не выполнят его условия, которые были вроде бы подписаны в меморандуме по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, то он вернется к первоначальным условиям. Также он обещает определенную операцию против курдов, которая будет молниеносной и неожиданной. А также странное весьма заявление о том, что он будет стремиться создать самую сильную армию в мире. Ну и, конечно же, новости с энергетических фронтов. Как вы знаете, на ремонт становится тот самый Северный поток. Соответственно, это усложняет некие обстоятельства. Нас поймали британские журналисты в двойных стандартах и прямо обвиняли, что она договаривается с Саудовской Аравией в то же самое время, когда там права человека не придерживаются. Но она объясняет, что можно, если очень нужно. Ну а также сегодня у некоторых так называемых украинских патриотов была сначала радость и промога, что какой-то дым появился возле Крымского моста. Ну и потом настала зрада, потому что то просто были учения. Учения по безопасности вокруг Крымского моста. И сегодня же, кстати, пошли первые автобусы с Крыма в Херсонском направлении и в Мелитопольском направлении. На этом, друзья, пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует...